В детском саду Радуга произошло задымление в пищеблоке. Неисправный чайник спровоцировал пожар. Действовать нужно было незамедлительно. После звонка охранника в пожарную часть бригада прибыла на место менее чем за три минуты. В это же время происходила эвакуация детей. Дошкалята шли за воспитателями, соблюдая все правила безопасности, не боясь сигнала сирены. И это неудивительно, ведь тренировочные эвакуации проходят каждые три месяца. Для детей они очень важны, потому что они будут знать, как действовать при пожаре, куда им бежать, что делать. У нас в дошкольном учреждении это проводится для них очень часто. Они уже это знают, они к этому готовы. Ничего они не боятся. Всего было эвакуировано 130 человек. Бригада пожарных локализовала возгорание в кратчайшие сроки. Прибыть, значит, работала тактическая задача по тушению пожаров в помещении кухни, поиск пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены, пострадавших не обнаружено. Все были своевременно эвакуированы и поставленные задачи были все выполнены. Благодаря таким учебным тревогам удается предотвратить вполне реальные случаи пожара. В Ленинском округе за последние 10 лет из детских садов звонки в пожарную часть не поступали. Побеседовала с детьми, дети потом доносят это до взрослых, до своих родителей, бабушек, дедушек. Это очень полезное действие, которое мы проводим. Оно унесет нашу безопасность. Безопасность детей превыше всего. Ребята ответственно относятся к правилам пожарной безопасности. Скажи, как ты соблюдаешь пожарную безопасность? Не играю со спичками. Когда одна дома, я вообще не подхожу к плите, не зажигаю ее. В конце тренировки ребятам выдали памятки с правилами пожарной безопасности. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова